Очередное лицо Путина, доверенное лицо Путина, некая Мария Юденич, была поймана с поличным на интересной фразе о том, что, дескать, сильно много хотите из бюджета, а вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы потом оттуда брать. Как только эта фраза попала в интернет, она тут же стала говорить, что фразу исказили, точно так же, как депутат Гензия, которая с высокой трибуны пожаловалась о том, что 300 тысяч рублей зарплаты очень мало, на жизнь не хватает. Так же и Юденич, но я хочу обратить ваше внимание даже не на то, что очередная дура проговаривается, а на реакцию людей. Никто не стал молчать, как прежде, как, например, Сглотских, когда она сидит и 20 человекам внушает какую-то ересь, но никто не смеет открыть рот. А сейчас, тут же, на ее высказывания, люди начинают возмущенно реагировать. Ребят, вы так легко говорите, а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте из бюджета возьмем столько, а вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать? Это говорит о том, что люди уже меньше боятся последствий, в том числе осознания того, что происходит, приходит все больше и больше. И все меньше возможностей у этих уродов будет не только общение с народом, но и они начнут в конце концов фильтровать свою речь и себя контролировать. Иначе недалеко время, когда их начнут забрасывать тухлыми яйцами или помидорами. Кстати, на встречу с депутатами, какими бы они ни были, не мешало бы приходить с запасом какого-нибудь испорченного продукта. Ну, просто потому, что оборзели они без меры, возомнили себя вершителями судеб. Не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше, питаться, например. Целый комплекс мер для того, чтобы как-то помочь нашему населению справиться с этой ситуацией, пережить это тяжелое время. Понятно, что придет весна, пойдет крапива, пойдет, будет легче, но до весны надо дожить. Сами себе назначили головокружительные зарплаты, продолжают паразитировать в буквальном смысле, насмехаясь над этим несчастным народом. Принципы здорового питания. При таких деньгах нельзя питаться здоровым. Лечебное голодание можно осуществить. Дальше саратовская Мария Антуанетта порекомендовала, если нет денег на мясо, можно есть курицу. Она дешевая и посоветовала всем морковь и картофан. Я 20 лет не ем мясо. Для вас все еще дороже тогда? Абсолютно нет. Тем более, если использовать сезонные наши овощи и фрукты. Зимой? Почему? Сейчас. А зимой? А сейчас вообще роскошь. Вы же на готово. Макарошки стоят всегда одинаково. Если покупать не будет клиент, акидир, акидир, и работает очень дешево. Но и при грядущий 40-дневный пост не забыла напомнить. Посты, если следовать логике чиновницы, вообще выручают. Можно тратить минимум на питание, а пользы не только для тела, но и для души. Прожиточный минимум, он на то и минимум. Он рассматривается на короткое время. Но он не должен человека в больницу отправить. Да не отправит он. Наталья Юрьевна, давайте так. Нет, я тест. Давайте так, Наталья Юрьевна. А то вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее. У депутата, можно сказать, не осталось выбора, как предложить чиновнице не отказываться от своих слов и перейти на предложенную ею диету. Макарошки с кефиром. Хотя бы на месяц. Но жить, как живут примерно 2 миллиона человек в России, то есть на прожиточный минимум, Соколова отказалась. Не по сеньке шапкам. Пока вы согласны на него. Я не достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит. Эта ситуация ненормальна. В конце концов, люди должны требовать безоговорочной отмены депутатской зарплаты. Никакой неприкосновенности. Эти люди работают против народа. Это не слуги народа, это его паразиты. Как клопы, высасывающие кровь. Скажите, сколько у вас зарплата? Моя зарплата как депутата Государственного Дома составляет 320 тысяч рублей. А почему вы не следовали? Почему вы не следовали, чтобы она была? Но только не это, я хочу. Почему? Суждение. Почему? У меня страх 50 лет. Сколько у меня, знаете, пенсия? 50 лет. А за каждое это 10 тысяч. Пускай у меня это вот эти 50 тысяч. За этот страх нельзя не дать. Если вы сейчас выйдете, пошлите по улице и послушайте людей. Зачем вы нам лекции читаете?